Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы новости – магазин «Модная школа». Новый терминал расширит турпоток. Джигинская школа преобразится. Продуктам на дороге не место. В предстоящее воскресенье у нас появится возможность еще раз сказать своим мамам, как сильно мы их любим и ценим. 29 ноября – Международный день матери. Торжество в честь приближающегося праздника в Анапе прошло сегодня. Глава курорта Сергей Сергеев поздравил приемных и многодетных мам и еще раз выразил огромную благодарность за их неустанный труд. Репортаж с места события смотрите завтра. А сейчас к другим новостям. Проект строительства нового терминала в аэропорту Анапы прошел государственную экспертизу. Работы должны начаться в ближайшие месяцы. В настоящее время аэропорт Анапы обслуживает более 20 авиакомпаний по 40 направлениям. Ежегодно курорт принимает более 3 миллионов отдыхающих. Новый терминал позволит расширить турпоток, а также снизить нагрузку. Международный аэропорт Анапы разработал проект и получил положительное заключение ФАО «Главгосэкспертизой России» на проект терминала пропускной способностью 600 пассажиров в час и общей площадью 12 тысяч квадратных метров. Строительство нового здания начнется в ближайшие месяцы. Территория аэропорта будет расширена. Появится новая парковка для автомобилей и благоустроенная территория. Согласно проекту, данный терминал будет использоваться для внутренних воздушных линий. Действующий терминал в будущем, когда увеличится и будут развиваться международные перевозки, планируется переоборудовать под международные линии. В Джигинской школе номер 19 завершаются ремонтные работы на крыше и внутри здания. Преобразования были жизненно необходимы учреждению, поэтому останавливать их не стали. Но создали все условия, чтобы не мешать учебному процессу. Глава Анапы Сергей Сергеев был в Джигинской школе в августе. Оценил ход ремонтных работ. Обновление было затеяно серьезное. Это и понятно. 27 лет школе и ни одного капремонта. Больше 4 миллионов рублей из краевого и муниципального бюджетов на исправление ситуации. В эти дни масштабные работы на финальной стадии. Самое ценное – ремонт кровли. Основное сделали летом. Сейчас последние штрихи. Куратор сельских территорий, заместитель главы Анапы Александр Колесников осмотрел преобразование. Работа еще долго будет? Два-три дня и будет уже закончено. Не хватает? Вам уже? Уже стоят такие работы, на которые достаточно того количества, некоторого у вас здесь есть. Понятно. По качеству как работа? Оценивайте сами. По качеству нормально. Все проклеивается, все делается, крыша течь не будет. Капитальный ремонт 11 туалетных комнат. Еще одно большое и затратное дело. Затратное не только по финансам, но и по времени. Делают все так, чтобы комар носа не подточил. Левое крыло сдают на днях, правое на время закроют. А часть школьников не больше, чем на две недели переведут во вторую смену. Родители готовы мириться с временными неудобствами. Нас предупредили. Мы были готовы к этим нюансам. И по возможности школа все равно сделала все так, чтобы облегчить присутствие строительных работ во время учебного процесса. Они на эту тему постарались. Директор школы Жанна Черноволова и правда постаралась грамотно расставить приоритеты и не упустить возможность дать вторую жизнь любимой джигинцами школе. Анапчан призывают в бдительности. Коммунальные службы проверяют чердаки и подвалы жилых домов. А общественники проводят разъяснительную работу с населением. На недавнем совещании с общественниками заместитель главы Анапы Олег Костенко еще раз подчеркнул необходимость усиления контроля за техническими помещениями жилых домов. Эту работу будем проводить. То есть проводить, например, если кодовый замок нет, закрыт чатрак не закрыт, закрыт подвал не закрыт. Там где открыто, там есть свободный доступ. Есть свободный доступ, любой может зайти и, естественно, что-то там положить, что он хочет положить. Ежедневно коммунальные службы проверяют исправность замков, доступность чердаков и подвалов. Все двери должны быть заперты и опломбированы. Буквально сегодня утром поступил сигнал о раскрытой двери одного из подвалов дома по улице Ленина. Ежедневно на сегодняшний день проводится работа по осмотру и закрытию подвалов. В основном она всегда проводится, но на сегодняшний день ситуация, которая происходит, это сейчас делается ежедневно. У нас есть закрепленные инженера, которые производят обходы подвалов на предмет закрытия. Потому что, например, если вчера обход был, все было целое, то сегодня при обходе подвала выявили на Ленина 171, третий подъезд, что подвал как бы открыт. Что мы сделали? Мы обследовали подвал, не обнаружили, будем говорить, каких-то предметов, которые представляют собой какую-то опасность. Вот сейчас вот подошла сварка, рабочие закрывают, вот и как бы будет закрыт подвал. На сегодняшний день проверки и повышенные меры безопасности проводятся во всех районах города. Всех жителей Анапы просят быть внимательными и при обнаружении любых подозрительных предметов незамедлительно обращаться в соответствующие органы. Всему свое место, особенно торговли продуктами питания. Общественники просят повлиять на торговцев стихийного рынка на Чехово в районе 6-й школы. Перекупной товар выдают за свой, цены ломят, а после себя оставляют горы мусора. Уже не раз жители 12-го микрорайона жаловались координатору деятельности органа ТОС Натальи Ключниковой на стихийную торговлю на Чехово. Люди возмущены тем, что у нас на 100-метровке, будем так в народе называть это место, там стоят, торгуют. То есть можно сказать, что это как несанкционированная торговля. То есть там две женщины есть, которые умудряются торговать продукцией закаткой. Они торгуют, как говорится, с земли. Эти оккупировали эту территорию. Там в таком очень непреклядном состоянии это все находится. Вопрос обсудили на встрече с первым заместителем главы курорта Светланой Яровой. В нашем городе есть рынки. В районе шестой школы работает выездная ярмарка-привоз. Зачем захламлять непредназначенные для торговли места? Тем более, что стоят там перекупщики. Товары складывают практически на земле и наценки делают неоправданные. Людмила Терещенко, заместитель главы Анапы, курирующая вопросы торговли. По следам обращения общественников побывала с проверкой на Чехово. Несоблюдение санитарных норм, нарушение политики ценообразования и неподобающий вид прилавка в полный комплект нарушений. Мы составляем протоколы, также выносим вопросы на комиссию, демонтируем эти объекты, предлагаем им другие места для реализации этой продукции. В общем, такими совместными усилиями пытаемся навести порядок. Альтернатива стихийной торговли есть. На привозах, где места производителям предоставляют бесплатно, и на рынках Анапы, где для пенсионеров также есть социальные ряды. Необходимо оформить документы на товар и найти законное место для реализации своей продукции. Сотрудники краевой службы занятости проанализировали, каких специалистов не хватает региону. В топ дефицитных профессий попали водители, врачи, инженеры и слесари. Особо востребованными оказались медицинские работники. Нуждаются наши регионы в грамотных педагогических кадрах. Какие профессии востребованы в Анапе, узнавала наша съемочная группа. Каждый месяц за помощью в Центр занятости населения города обращаются до 70% граждан. Как правило, это люди, которые остались без работы не по собственному желанию. Увольнение, сокращение или просто отказ в трудоустройстве. Ситуации бывают разные. Главное – вовремя встать на учет. Если в летний период число безработных на курорте составляет 0,2%, то в зимний увеличивается до 0,6%. На сегодняшний день предприятия нам предоставили более 10 тысяч вакансий в течение года. А сейчас в базе данных у нас около 800 вакансий. Наиболее востребованные профессии рабочие – это водители, охранники, диспетчеры, санитарки, операторы котельных, операторы стиральных машин, операторы насосных установок, подсобные рабочие, дворники. Среди специалистов среднего звена – это воспитатели, медицинские сёстры. Среди специалистов высшего звена – это врачи, учителя начальных классов русского языка, литературы, математики, истории. Это специалисты по социальной работе, инженеры различной специализации. Каждому посетителю индивидуальный подход. По словам специалистов, в этом году посещаемость граждан увеличилась. Если в силу каких-либо причин вы пополнили список нуждающихся в работе, обращайтесь в службу занятости курорта. Здесь вам обязательно помогут. А завершит выпуск прогноз погоды. В пятницу 27 ноября в Анапе малооблачно, небольшой дождь. Температура воздуха днём плюс 10-14 градусов. Ночью до 11 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 12 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине доступны и качественные одежды для детей и взрослых, модная школа, новое поступление сезонной одежды. Самое время готовиться к новогодним праздникам. Карнавальные костюмы для взрослых и детей, эксклюзивные вечерние наряды. Будьте в центре внимания. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Магазин «Модная школа» расширяет свои границы. Теперь помимо элегантной школьной формы, здесь представлена коллекция верхней одежды, куртки, плащи, пальто, головные уборы. Большой ассортимент вечерних платьев для выпускниц, рубашек и жилетов для выпускников. Нарядная одежда для дошколят. Новогодние карнавальные костюмы для детей и взрослых. Город Анапа, улица Новороссийской, 281. Жилой комплекс «Крымский вал». Корректор А.Кулакова